Всем привет! Ну вот и год подошел к концу и я думаю, что пора мне поделиться с вами своими открытиями-фаворитами года. То есть не просто продуктами, которые я любила в этом году, а именно которые я попробовала в первый раз и полюбила. И конечно же нельзя не поделиться ими с вами. Год на самом деле был достаточно успешный для меня в косметическом плане, да и вообще год был неплохой. И начнем! Всего пару средств из ухода. Во-первых, уход всего просто на свете. Это алоэ гель у меня от Холика Холика 99%. Потрясающая вещь! Это 100%. Когда она у меня закончится, я куплю ее еще раз. Я ее использовала летом вместо крема для лица, когда вы немножко обгорели, либо просто сильно загорали. Нанести на кожу это отличное облегчение. Также ее можно и на волосы наносить, и куда хотите. Это супер увлажняющее средство, легкое, не забивает ничего, просто потрясающее. И запах. Это любовь. Далее средство для волос. Это Шварцко Банакур Мощекик спрей-кондиционер для нормальных и сухих волос. Невероятно классный. Хорошо увлажняет волосы, при этом их не жирнит. И за где-то 8 месяцев использования я чуть больше половины только зарасходовала. То есть он достаточно экономичный. Я практически при каждой мутье его использую для своих волос. И мне кажется, что это дает им чуточку дополнительного увлажнения. Не совсем уходовая, но и к косметике я это отнести не могу. Это краска для бровей от God of Roy Instant Eyebrow Tint. Это краска как бы типа с хной, но на самом деле там от хны только одно название. Она также смешивается с окислителями, как обычная краска. У меня цвет Dark Brown. На самом деле я бы взяла себе немножко светлее, но Medium Brown на мой взгляд немножко рыжий. Dark Brown он холодный. И если его совсем на короткий промежуток не нанести, то пойдет даже для светлых волос. Но совсем на короткий. А если подольше выдержать, то и для темных будет хорошо. Единственное, производитель пишет, что хватает всего 2 минуты, чтобы покрасить ваши брови. На самом деле я выдерживаю по минут 15. И на волосах, то есть на самих волосках это держится у меня где-то недели полторы. На коже дня 3. Но зато 3 дня я хожу с бровями очень красивыми и так далее. Мне понравилась эта краска. И использование удобное. Так, теперь косметики. И у меня на самом деле столько крутых вещей, о которых я хочу рассказать. Начнем с тона. И у меня 2 практически противоположные тоналки. Это достаточно удивительная, но это супер плотная тоналка. А это супер легкая тоналка, но их объясняет то, что они обе сверхстойкие. Я на самом деле вот тоналку MAC для себя, для жизни не использую никогда. Иногда использую ее на вечер. Но суть даже не в этом. Если ее наносить бьюти-блендером, получается очень тонкий, достаточно неощутимый слой. Но при этом она очень стойкая. У меня цвет NC15 и он подходит огромному количеству людей. То есть я его брала как бы на себя. Но при этом я красила человека, наверное, 4 им. И всем он подходил идеально, на удивление. Это такой желтоватый, очень светлый оттенок. Я бы сказала, что он немножко окисляется на коже. Кстати, запах ее очень похож на запах тоналки Revlon Colorstay. Они действительно очень близки и обе сплотные стойки. Единственный минус, она в MAC продается с другой крышкой, без помпы. Помпа продается отдельно в MAC и стоит 500 рублей за добанную помпу. Я заказала из Китая подделку под помпу MAC. Но я считаю, что помпа это не та вещь, за которую нужно платить 500 рублей. Второй тон, даже тоналкой назвать это не могу. Это новинка от Make Up For Ever, Water Blend. У меня в цвете Y315. Потрясающий, легкий, красивый, невероятно невесомый, водянистый тон. При этом очень стойкий. Иногда смешиваю ее с более плотными тоналками. И получается потрясающая, уникальная текстура. Мне очень нравится. Несмотря на то, что она водостойкая, я использую ее на каждый день, ничего не забивает. Да, она не понравится тем, у кого есть что закрывать на коже, кто любит полотником, так что все ложилось. Но мне она очень нравится. И даже достаточно мне ее надеть, несмотря на то, что моя кожа далека от идеала. Следующее это пудра. И у меня пудра с интернет-магазина Пудра. Слишком много слова пудры в одном предложении. Это очень классная пудра на силике. То есть она работает так же, как HD пудра от Make Up For Ever, например, и так далее. Но она подкрашенная немножко в розовый, поэтому она не дает такого сильного белого цвета при вспышке. Она очень так шелковисто ложится за счет как раз таких силики. Хорошо фиксирует макияж. Кожа смотрится, конечно же, потрясающе. Сразу все такое гладкое, ровненькое, заполненное. Единственный минус, это абсолютно дебильнейшая упаковка. Я, наверное, сниму отдельно. Здесь огромное количество таких крупных дырочек и никакого прикрытия для них нет. То есть если, по сути, я ее вот так вот переверну, вся пудра высыпется. А так как она очень мелкая, просто невероятно как пыль, то пудра просто испарится. Поэтому я практически все дырочки закрыла скотчем, оставила две и все равно она просыпается. И поэтому я еще тут держу ватные диски, чтобы хоть как-то защитить ее. В общем-то абсолютно не предназначена для того, чтобы носить ее с собой. Но сама пудра мне очень нравится. Следующий такой мультипродукт для лица. Это опять же Make Up For Ever Pro Sculpting Palette. У меня в цвете 20. И здесь есть скульптор, хайлайтер, румяна-корректор под глаза. И светлый такой тоже скульптор. И качество этих продуктов действительно поражает. Эти цвета, то как они классно, легко разносятся, то как ими легко пользоваться. Любой просто человек, любой пользователь справится с ними. Оттенок скульптора просто потрясающий. Если вы хотели попробовать начать делать кремовый скульптинг, кремовые коррекции для лица, но боялись превратить себя в кулона Ким Кардашьян, то это отличный продукт. И он для такого большого количества разных цветов, которые ходят, не такой уж и дорогой. Следующий продукт для лица это консилер. У меня от Maybelline Anti-Age Instant. Значит, под глаза в цвете Light. Вот с такой вот спонжем, наверное, это можно назвать. И попробовала его в начале года. И у меня уже практически тут ничего и не осталось. Очень классный. Он средней плотности. Я его наношу и под глаза. И также на всякие незавершенства я тоже его наношу. Для дня достаточно. Он хорошо вскрывает. Румяна, которую я больше всего любила, это NYX Backed Blush. Запеченная румяна. У меня цвет Journey 09. Текстура очень мягкая, невероятно красивая. Несмотря на то, что цвет очень светлый. Он все равно очень классно освежает лицо. То есть это что-то наподобие наш, ой наш, бенефит королиста, румяна-хайлайтер. И последняя, это кисточка для лица. Это закос под Кайлин с Алиэкспресс. Но на самом деле она приходит в такой же упаковке, как Кайлин. Так же абсолютно выглядит. Я не пробовала Кайлин. Но могу сказать, что это очень хорошая кисточка. Обожаю ее использовать. Вот этой палеткой они работают потрясающе. Но эта палетка вообще с хоть пальцем ее нанесе, она будет хорошо работать. Почти со всеми тоналками она у меня подружилась. Очень классная, мягенькая, удобная форма. Могу только лишь порекомендовать. И последняя для лица. Врубая это в конце прошлого года. Но паза прошлого уже получается. Но все равно не могу это не отметить. Это трио румяна от... Румяна. Хайлайтеры от The Balm. И у меня есть отдельное видео, где я их все очень подробно рассматриваю. И могу сказать, что до сих пор я ими пользуюсь. Очень их люблю. Мэри Лу это вообще любовь, просто навсегда Бетти красиво подчеркивает загар. Жалко, конечно, что очень короткий срок я могу пользоваться. Но все же Синди я люблю меньше всего. Но в то же время это один из самых необычных хайлайтеров моей коллекции. Следующее это Тени. И здесь я просто не могу не выделить мои две любимейшие странные палетки. Во-первых, тот макияж, который сейчас на мне, это также фаворит года. Это красные тени, кирпичные тени. И что мне их открыла? Конечно же, палетка Venus. Это невероятные цвета. Это просто невероятные цвета. Их качество, это, конечно, восхитительно. Я обожаю здесь все цвета, наверное, кроме вот этого лососева. И то я его использую, как они растушевываются, как они наносятся. У меня нет ни единого, ни единой претензии к ним. Очень круто. Я просто обожаю эту палитру и на 100% рекомендую. Чуть меньше, но все же так же горячо. Я люблю и Venus II. Она, конечно, более странная, но в то же время в ней есть классные оттенки. Наверное, синий здесь, таким голубым небесным лосельком я пользовалась меньше всех. Но все остальные это просто потрясающие. Про качество, опять же, мне сказать нечего. Наверное, только оттенок бут меня немножко разочаровал. Но в то же время я им тоже пользуюсь. В общем-то, тени Lime Crime я жду, когда вы будете еще выпускать. И, скорее всего, вы покорите мое сердце снова. Еще один продукт, и это уже будет очень бюджетный продукт, это вот такой вот карандаш тени 2 в 1 от Essence Vodostokie. Это невероятно жирный, черный, насыщенный, мягкий карандаш, который очень легко растушевывается, но при этом он застывает и уже никуда не девается. И, как вы понимаете, это прекрасная база-подложка от Smokie. Хотите с кисточки его наносить, хотите прям с карандаша его наносить. Классный. И для чего еще эта прекрасная база? Так это для пигментов. И следующий продукт, который я обязана показать, это пигменты от Tami Tanuka. И на самом деле, вот эту вот кучку, которую я принесла, это всего лишь малая часть этих пигментов, которые у меня есть. Действительно, они покорили мое сердце. И сказать, что я люблю какой-то оттенок больше, чем остальные, невозможно. И сумасшедшие глиттерные оттенки я обожаю. И какие-то легкие, даже нюдовые оттенки я обожаю. И зимняя коллекция последняя, это просто любовь. Меня спрашивают, откуда у тебя такие классные красные стрелки, бордовые, зеленые, да какие хочешь. Либо какие-то смоки, либо какие-то блестки. Их действительно замечают. Да, с ними сложно работать, но я думаю, про них надо сделать отдельное видео, либо серию видео. Потому что это действительно магия. Если вы хотите расширить свои рамки дозволенного макияжа, то вам к палеткам Venus и к пигментам Tami. В качестве туши я должна выделить определенную Too Faced Better Than Sex Mascara. Это тушь, на удивление, с обыкновенной как бы щеточкой, но в смысле не силиконовой. Но в то же время у нее очень симпатичная форма песочных часов. И пышные, красивые ресницы, которые она создает, меня действительно поразили. Я с удовольствием и пользовалась сколько могла. Это все-таки миниатюра. И когда она закончилась, мне действительно было грустно. Жалко, ее легко достать не получится. Для бровей у меня всего один продукт. Потому что я все еще пользуюсь помадой для бровей от Анастасия. Но в этом году я попробовала замечательный гель для бровей Make Me Brow от Essence. Тоже бюджетный продукт. Я пробовала все три цвета. Два я отдала своей сестре. Оставила себе блонд. В принципе, он дает немножко оттенок. Показался мне второй темный оттенок слишком темный. Но вот у них сейчас вышел третий. Он, наверное, для меня будет идеальный. Но пока у меня этот не закончится, я буду с удовольствием им пользоваться. Очень хороший гель. И слегка фиксирует. И дает немножко объем. И цвет. Классный. Мне очень нравится. И помады. У меня здесь три, наверное, мои самые любимые. Во-первых, это 04 оттенок от Seventeen. У меня есть видео, где я рассказываю о всех своих помадках Seventeen. Но 04 это именно тот оттенок, который у меня на губах. Это красивый ньют. Он дополняет карандаш от Vivian Sobop. Который, кстати, тоже фаворит. Но я, наверное, в другом каком-нибудь видео его покажу. Также это замечательная помада от MAC. Которая называется Героиня. Фиолетовый, теплый, баклажановый. Я даже не знаю, какой-то такой очень красивый фиолетовый цвет. У меня она ассоциируется с какими-то супергероями. То есть я чувствую себя какой-то женщиной-кошкой. Либо еще каким-то персонажем из комиксов. Но в то же время она реально очень мне нравится. Классно. Я ее смешивала с другими помадами. И с салоном носила. И последняя помада это жидкая, стойкая помада от Lime Crime. И в этом году я попробовала целых четыре. И мне еще идут пять. Но моя любимая осталась. Это Кашемир. Это просто любовь на всю жизнь, мне кажется. Насколько круто она смотрится на мне. Она не на всех смотрится круто. Скажу честно. На некоторых людях она смотрится ужасно. Просто странно. И делает из них мертвецов. На мне она смотрится очень круто. И я безумно этому рада. Наверное, кожа должна быть достаточно светлой, чтобы она смотрелась хорошо. Но она очень красивая. Невероятно модная. Вот именно то, что у меня ассоциируется с 2016 года. У меня также она есть в первом впечатлении косметики Lime Crime, где я открываю посылку. Это точно любовь. Ну вот и все. Всем большое спасибо за просмотр. Напишите, какие фавориты года были у вас. Мне очень интересно. Я люблю обсуждать всякие там косметические новинки. Всем большое спасибо за просмотр. И всем пока!